Девушки отдыхают Здравствуйте! Ну и как ваше ничего? Как Америка? На месте? Так и у нас все хорошо. Сами как поживаете. Да, тоже нормально. Что-то вы тепло одеты. Неужели в Германии уже похолодало? Ой, еще как. Да вы что? Сейчас 14 дождь, блин. Серьезно? Да, да. Дайте нам немножко 14 и дождь себе оставьте. Забирайте. Да, да, да. Но никель мы не собираем здесь. Нет, для никеля должно быть минус 45. У вас не получится даже в холодильнике. Хотя бы, да. Хотя там в одном месте, мне понравились комментарии, можно ли выращивать никель в условиях холодильной камеры. И там говорят, да, если поливать марганцовкой, да, или там медным купоросом, понимаете? Там такие идеи пошли, что просто вот... Ну, эту идею бабичек дал. Здесь я такое раньше не слышал, чтобы никель собирать. Я сам не слышал. О-о-о. Этой бабичек, знаете. А покупаются люди, вы знаете, за все время только один человек. Я даже ролик этот поставил в одном ролике, там он шел. Только один человек понял, что я его развожу. То есть один, представьте, за все время. Ну, я, в принципе, все ролики смотрю, которые вы в скайте. Вот мне интересно, я говорю, сколько человек на самом деле даже не понимает, что это такое, блин. Что поделаешь. Да, слышат только... Ну, а самый такой был этот конек, это с этим казахстанцем, которого Москва там в Японии, блин, столица Японии была. Это что-то седали. Ну, вот тот, мне его даже жалко стало в конце. Знаете, я поэтому и сказал здесь без комментариев. У человека это, как это, история в ТикТоке, да? Да, да, да. Я говорю, я укатывался здесь, когда я это видел. Вот что бывает. Даже не подумаешь. У меня даже жена спросила. Жена посмотрела этот ролик, она на работе его посмотрела, звонит мне. Ты, говорит, уже сценарий ставишь? Я говорю, в каком смысле? Она говорит, ты договорился с ним, правильно? Ну, такого не может быть. Я говорю, как не может быть? Ты, говорит, договорился. Ну, не может быть такого, говорит, Москва, столица Японии. Да, да, да. Это ужасно. Ну, слушай. Вот это вообще, я не знаю, до этого тушиться надо. Бывает. Такое дело. Как в Германии поживаете? Как ваш Шольц поживает? Как Шольц? Так, это потихонечку его на кресло начинает дыбеть. Да. Бербок рядом не бегает с огнетушителем, Бербок. Уже, уже. Вот, вот, вот. За них взялись сейчас капитально. У нас же вот эта альтернатива для Германии. Вот это, есть партия такая появилась. Я слышал, она, кстати, всегда была, по-моему, на заднем плане. Она никогда не всплывала так, чтобы сильно, да? А сейчас вот она... Я вообще про нее не слышал раньше. Вообще ничего не слышал. А тут, как я говорю, ЦАКи появилась из ниоткуда. А сейчас уже там, блин, они уже почти на первое место выходят. И мне кажется, немцы поддержат их. Это она дает. Это что-то, знаешь, как Жириновский, блин, в России его отпыли. Это что-то подобие, блин. Она их костерит капитально у нас тут. А вот у вас есть этот, как его, Вегенкрафт, или какая женщина в красном выступает постоянно, как Сара. Это Сара Вагенкнефт. Вагенкнефт, да. Вагенкнефт, да. Да, да, да. Вот я бы посоветовал этой Саре, этой соединиться. Они где-то... Ну, это оба ГДРовцы. Оттуда еще... У них как-то политика идет одна и та же, почти одна и та же. Та сильнее такая, левая такая, это Сара. Но им надо как-то объединиться, тогда они победят. Не, ну Сара классная, я на нее смотрю. Она, конечно, там, знаете, такое, как у кошки девять жизней, знаете, ей по-пространству. Да, да, да. Красавица просто, молодец. Ну, вот эту посмотрите, тоже, вот эту, Вайгель называется, Вайгель, Алиса, Вайгель. Ох, она дает, блин. Это еще похлеще Сары. Ну, вы знаете, вот то, что вот, я смотрю, у вас в Германии происходит, то есть, ну, извините, но Германию вообще ни за что считать не стали, знаете, вообще вот сказали, там сказали есть, чуть-чуть для вида там чуть-чуть подергались, а потом делают в два раза больше за то, что подергались, как в наказание, понимаете? Да, 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 я не знаю, к чему Германия придет, это что-то с чем-то, ну, я вообще, мне интересно, как мы эту зиму переживем, я думаю, к весне уже должно что-то разъясниться, это катастрофа. А что там? Ну, с этими всеми, с этим газом, с электричеством же, все же подорожало ужасно, и то сейчас они как, берут по ушам, вот, у меня вот за электричество, за газ, они примерно, ну, мы договорились, договор такой, я плачу там 120 евро в месяц, но потом в конце года они все равно это перерешают, да там не хватит, а придется доплачивать. Если холодная зима будет, то я не знаю, чем это кончится. Ну, у нас такой же фокус был, то есть, и газ, и электричество можно раскидать на весь месяц, они берут два последних года, делают среднюю, и потом тебе раскидывают вот эту сумму, чтобы она сумасшедшая не была, то есть, на весь год. Ну, а в конце тебе либо возвращают, либо ты доплачиваешь, но второе, либо оно чаще случается. Куда? О! Что-то пропал сейчас. Да, да, пропал и появился. Я говорю, так в конце, говорю, тебе либо доплачивают, либо ты доплачиваешь. Ну, обычно ты доплачиваешь, обычно тебе никто не доплачивает. Да, это точно. Но тут еще я говорю, эта проблема-то такая, что у нас-то это всего первый год так. Сейчас даже ни к чему, если бы взять 2-3 года, чтобы это уже можно было бы как-то средний вывести. Чтобы статистика была какая-то, да. Да, да. Подождите, а откуда такую цифру взяли, вот 120 евро? Просто так придумали, а, да, давай вот так возьмем, или как? Ну, видать, Америка поставляет сейчас же этот жиженый газ. Они примерно высчитали, сколько это. Вы же молодцы. Поздравляю. Спасибо вам. Мы вас не бросим. Мы за ваши деньги, мы вас не бросим. Все правильно. Все за ваши деньги, любой каприз. Я тут что прочитал, меня поразило тоже, блин. Они где-то еще догадались, нет, сейчас покупают где-то в Африке, там и страна стоит какая-то, газ. Договорились, да? Договор заключили, покупают уже этот газ, а потом, оказывается, это российский газ. Тебе покупают в России, нам сюда продают. Я, ну вообще молодцы, блин. Трубы взорвали, блин, а теперь? Это такой же фокус, как вот Украина сделала с этим, как его. Что мы российский газ не покупаем. Прощай, немытая Россия. Все, мы покупаем европейский газ. Тот же самый российский, только там, я знаю, там, святой отец или рабай стоит, он его сделал. Да, да, да. Да, 40 долларов прикидку сделали и продают этот же самый газ. Красавцы. Да, да, да. Вот я и говорю, я понятия не имею, к чему они придут. Это же, эти махинации, это все, это же все откроется, взлетит же все. Если вот эта партия сейчас победит, будет весело. Она это все вытащит. Это бедная, беда, бог, это Анна Лена, или как я, она уже боится на улицу выходить. Люди костерят, орудные. Ну, посмотрим. Слушайте, как она говорила, как она сказала, разворот в обратную сторону, 360 градусов. Да, да, Путин. Это же догадаться надо, да? Догадываться не надо. Вот она значит, что 360, значит, 360. А видишь, она же как же теперь оказывается. Она, оказывается, вообще у нее образования нет, она ничего не кончала. Она пыталась, пробовала, там, в Англии где-то, блин, или вытурили, или сама убежала. И это вскрывается сейчас помаленечку так это. Ну, вот видите, по заветам Ленина, кухарка может управлять государством, пожалуйста. Все правильно. Вообще-то это было в Америке, там с этого посудомойки можно в президенты. Ну, я не знаю, там же так говорили всегда. У меня все возможности. Я не знаю, как насчет Америки, но я знаю, что вот это было такой закон. У нас даже кухарка может стать этим, как его. Да, да, да. Это еще Хрущев тогда первый такой был, который все орал такое. Да, и этот, как... О, блин, что-то вылетело из головы. То есть по поводу... А, кстати, вот у соседей по глобусу ваших, вот в Белоруссии, там же тоже изготовительница котлет тоже хотела стать президентом, помните? Она уже даже раздавала посты, она уже говорила даже кто, кому, что, как, с кем будет дело. И ведь представьте, вот такая бы стала. Да ее и послушаешь. Ну, я и правда пишу там тексты, а вот она... Ну, сейчас ее не слыхать больше, она как-то исчезла. Да она в Литве сидит, и у нее ништяк все. Она в Литве сидит. Там ей место. Первое время она тут сильно... Интересно, муж же выпустит ее, ну, нет, этот, батька, папа, он, наверное, не выпустит его больше. Слушайте, а вот, знаете, вот муж в тюрьме сидит, да, вот по идее, и вот если... Ну, я надеюсь, если бы, не дай бог, меня посадили, то жена бы искала все способы меня оттуда вытащить, а не наоборот, вела бы себя так, чтобы меня тут никогда не выпустили. Да, 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 конечно, конечно. То есть вот... Или это уже такие патриоты, вот, я не знаю, настолько запудренные мозги, что и мужа не надо, главное, чтобы выступать и орать. Это как, знаете, как рожденные революции, замуж за революцию, понимаете, там, я повенчана революцией, знаете, вот ей осталось одеть вот этот вот, как он, кожаный, кожаное пальто, этот вот плащик. Как коммунисты, да? Да. Как коммунисты были. Маузер сюда такой, знаете. Да, 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 да. Ой, 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 это ужас. Вообще, действительно, сейчас времена настали, посмотрим, чем это все обойдется. А что с беженцами у вас? У вас же там вообще, у вас как гостиничный двор уже там в Германии, то сирийцы, то афганцы, то арабы, то... Да, 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 да. Но сейчас вот это, как раз вот эта партия, сейчас она вот за это и взялась. И теперь, поэтому люди все метнулись теперь к этой партии, потому что она выступает так, она это, что это надо убивать. Ну, у украинцев, насколько я знаю, они как приезжали, тут им денег давали, да и сейчас дают. Но дело в том, что после трех месяцев их сейчас заставляют работу искать. Начинают таскать. А когда тебя уже начинают там письма писать, ты это же сам не захочешь. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, то, что сам не захочешь, это придется тебе идти либо работу искать, либо собираться и уезжать. Все правильно. Третьего, либо нет, либо дальше пойти путешествовать там, где ты еще нужен, то есть. Да. А, кстати, вот это я не знаю, смотрели или нет, вы там на Телеграме, по-моему, я это сегодня посмотрел, такой, там их не со Львова, а этот мэр города. Садовой? Садовой мэр Львова, по-моему. Германия дала там 65, что ли, миллионов долларов, это им туда, в этот город, блин. А он раз, через пару дней купили себе виллу, блин, за 25 миллионов в Италии, блин. И теперь немцы возникают, это что такое, наши деньги, блин, что он делает? 25 миллионов купил виллу, блин, уже слуги там, все уже как положено. А что вы хотели? Зачем давали? Зачем давали? Слушайте, если у них сейчас вот на улицах отлавливают людей, да, вот на улицах, это вот, с одной стороны, это, знаете, какая-то трагедия, трагикамизм какой-то. На улицах отлавливают людей в Одессе, чтобы заталкивать вены, чтобы отправить на фронт, и в этот же момент оказывается военком Одессы миллионер. У него вилла там, у него здесь, у него то, у него сё. То есть, ребята, где? Всё правильно. И поймать не могут? Это будет. А сейчас военком, а сейчас я видел даже украинские новости, тот же самый фокус с военкомом Львова, то есть тот же самый фокус. То есть у них, слушайте, у них во время войны грабят сами себя, а им зато показали вот так вот ФАС, вон там Россия, и они туда, а пока туда, здесь спокойненько делают свой маленький бизнес. Всё правильно, так и надо. Они сейчас набьют карманы и разбегутся, а вы там как хотите, это точно будет с этими людьми, что там останется. Ну да, потеплело. С Бабичем он поговорил. Жарко стало, солнышко вышло. Да и с Бабичем встретился, а то он пробегает всегда как-то так. Да вообще, слушайте, не вы один, кто жалуется. А это нормально. Всё равно о чём поговорить? Так, поздороваться и дальше. Не, ну довольно интересно. Вот такие дела. В Германии интересно. То есть это... Веселая. Печально, печально. Германия попадает, знаете, уже третий раз. То есть это Первая мировая война, Вторая мировая война. Тут чуть-чуть-чуть-чуть вроде оклемались вот самые лучшие времена, когда вот после войны половину Германии восстанавливала там Америка, грубо говоря, да, половину в Советский Союз. Вроде как нормально. Потом объединение или поглощение взаимное. То есть ещё как-то более-менее нормально. А тут опять, а давай по новой. А всё равно вот интересно, вот так вот я теперь уже 33 года здесь живу. Вот я вспоминаю тогда, когда развалили, вот этот Советский Союз уехал, да. Сюда приехал, и вот мне немцы объясняли мне, как я там жил. В Союзе. Я им в Союзе, да, как мне было. Я говорю, слушайте, друзья, я 33 года прожил, вчера ещё там был. Ты мне хочешь объяснить. И сейчас интересно, я вот захожу в Россию, и там попадаются, не часто, но попадаются. Они мне тоже опять объясняют, как я сейчас здесь живу, понимаешь. Я говорю, слушайте, друзья, у меня, ну не так у меня вот это. Не, у тебя так, и всё. Ну чёрт с вами. Мне тоже, знаете, сколько объясняют, как надо правильно жить, что надо делать, кем я должен быть. Особенно, вот знаете, вот соседи по глобусу, они любят учить. А, назначили меня предателем американского народа, говорит. Ты там топишь за Россию, значит, ты предал американский народ. А вот это я даже ролик видел, как-то до тебя наезжали эти... По-моему, это украинцы, где хохлы там кто-то были, знаете. Да, 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 постоянно, постоянно, каждый раз. Да, 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 было, было. Я говорю, и всегда они лучше знают, как я там жил, теперь они лучше знают, как я здесь живу. И такое... И как сделать лучше, чтобы жили. И вот, знаете, последнее время... Ну это, конечно, это не знаю. С недавнего времени мне начали объяснять, насколько я здесь плохо живу и насколько хорошо там. Ого. Да, то есть, вот, слава богу... Это все правильно, просто вы не догадываетесь. Да, откуда они сустили? Ну, мы в самом деле так... Я вообще не шарю. Я вот пытаюсь у них узнать, что такое европейские ценности. Может, я чего-то недополучил. Можно как-то сразу одной суммой получить сейчас? Никто не может... Наверняка недополучил. Я тоже. Там и глупые, что поделаешь. Да, ватники, ватники. Ватники, да, да, да. Так что, вот так вот. Ладненько, удачи. Сейчас ей. А, да, прошу, прошу. Не-не. Да, ладно. Оставим для следующего раза. Что-то не все сразу. Хорошо. Здоровья, всего хорошего. Вам тоже удачи. Если что, я это поставить могу или лучше не ставить, как хотите? Пожалуйста. А тут же ничего такого нет. Удачи вам. Добра. Счастливо. Держитесь. Пацаки. Почему не в намордниках? Повернись. Приказ господина ПЖ всем пацакам надеть намордники и радоваться. Так, ну вот это мне. А вот это тебе. А это тебе. Девушки отдыхают. Продолжение следует...